24 года назад указом президента Республики Беларусь было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Профессия спасателя входит в список самых опасных профессий в мире, связанных с риском для жизни. Она требует высокой профессиональной выучки и самоотверженности. Сегодня Белорусская служба спасения располагает высоко квалифицированными кадрами и современной техникой, что позволяет ей решать задачи любой сложности. К профессиональному празднику наших спасателей, пожарных, который отмечается 19 января, мы проведем интерактивную викторину и разыграем памятные сувениры от Минского городского управления МЧС. Все, что вам нужно, внимательно послушать вопрос и выбрать правильный ответ. И вот кто первым пришлет в Вайбер, друзья, внимание, только в Вайбер, правильный ответ, тот получит подарок от Минского городского управления МЧС. А теперь вопрос. Итак, как называется ручной инструмент? Один из самых популярных и многофункциональных в подразделениях МЧС, который вскрывает двери, срывает петли, открывает крышки гидрантов и так далее. Это подсказываю лом. Но какое у этого лома название? Хулиган, бандит, сорванец, головорез. Итак, как называется ручной инструмент? Один из самых популярных и многофункциональных в подразделениях МЧС. Еще раз повторяю. Лом, хулиган, бандит, сорванец, головорез. Ответы ждем в Вайбер. 33, 699, 102 и 1. Кому же достанется подарок от нашего друга и партнера Минского городского управления МЧС? Кстати, вот лидировали, значит, лом-хулиган и лом-сорванец. Но несколько наших слушательниц написали просто лом. Я в ответ пишу, а какой лом? Понятно, Валентина сказала, что лом, да, но какой именно? Так вот, верный ответ – это лом-хулиган. И первым дал верный ответ наш слушатель, чей номер телефона заканчивается на 491. Мы вас поздравляем! Мне сразу хочется спеть. Все нормально у хулигана. О, это точно. У хулигана все в порядке. Это совершенно правильно. Спасибо нашему партнеру Минскому городскому управлению МЧС. Кстати, в МЧС служат люди, преданные своему делу. В ежедневных сводках только цифры, но за каждой из них чья-то спасенная жизнь. Поэтому в канун профессионального праздника Минское городское управление МЧС поздравляет всех спасателей и желает здоровья, карьерного роста, мира, благополучия в семьях, ну и, конечно же, сухих рукавов. Продолжение следует...